А куда вы трупы дели, дорогая? Сожгли? Куда же ещё? Дарова, братаны! Вы на канале Дьюф Плей, меня зовут Евгений, и сегодня мы продолжаем проходить пацанское лето Руд Красного. Погнали! А если не буду? Ну, тогда ты опять переродишься и будешь сидеть у него в голове четверть века. Ну, так себе перспектива. Согласен. Блять, я не пойму, всё же, сука, так просто. Уже одиннадцать утра. Мы почти час битой обсуждаем, как я буду жить дальше. Но ты забыл, что ещё есть красный. Красный-то ладно. Что значит ладно? Он же каждый раз убивает меня. И в этот раз убьёт. Я привык уже. Я за тебя больше переживаю. Ибо ты первый, кому удалось заполучить хоть какое-то тело, пусть и клонированное. А красный меня в любом случае убьёт. У Семёна ещё и рубашка со штанами и ботинком обгорели. А на тебе они целые. Полагаю, надо забинтовать тебе руку и ногу. Да, ты прав. В общем, надо как-то заставить этого глупого гопника убить красного. А затем убить его. На меня, полагаю, уже не будет. Поэтому тебе самому придётся прикончить его. Звучит так себе, если честно. Убить молодого себя. Но ты чего хотел? Ты жить дальше хочешь или только наблюдать? Ладно, ты прав. Надо наведаться к Виоле и сказать ей, чтобы вывела какого-то Семёна поговорить. Как-то Семёна поговорить. А пока пойдём в медпункт, перементуем тебе всё. Погнали. Повествование от лица Семёна. Даже, сука, подумать страшно, что девочка, подарившая лучший секс в моей жизни, спала за пару часов на меня с каким-то маньяком. Да ёбаный по голове. Он достаёт ещё одну сигарету и прикуривает её. У него в пачке осталось две штуки. Говорила мне мама, не ведись на баб с именем Лена. Не все какие-то приписнутые. Ладно, похер. Семён более часа сидел здесь. Он уже успел поссать, налюбоваться на свою отсутствующую руку и ещё раз блевануть от осознания того, что он фактически целовал хуи красного. Питихота. Он встал, собираясь зайти внутрь. А спущусь я, бля, как? Чёртова рука. Ладно, посижу ещё чуток. Он встал и потянулся. Хоть немного суставы размял. Он понял, что всё ещё трудновато стоять на ногах. Вдруг он увидел, что к нему кто-то приближается. Это ещё, блять, кто. Он пригляделся повнимательнее. И заметил какого-то человека в чёрном костюме, идущего рядом с Виолой. Да ладно, неужто это он самый? Его хер я целовал. Чё-то сыкодно даже. Ну да ладно, убивать мы будем только команду. А не его. Он уже смирился с потерей девочек. И понял, что унывать явно не стоит. Поскольку его всё ещё поддерживает Виола. Ну здравствуй, герой. Он элегантно выкинул бычок в сторону. Эм, здрасте. Как себя чувствуешь? Ебать, какой же он сугострёмный! Бывало лучше. А вы как? Лучше некуда! Хе-хе-хе-хе-хе! Вот мигу прикончил! Эм... Чё он сказал и не ослышался? Чё? Я выяснил, что она предатель. И увы... Убил её. Ща пойду убью Лену. Семён вопросительно посмотрел на Виолу. Я чё-то не знаю? Виола незаметно и быстро подмигнула. Да, эта сука хотела сэкономить на тебе и обмануть Красного. Мы даже договорились об этом, но я передумала. Семён понял, что стоит подыграть. А почему она хотела на меня сэкономить? Потому что считала тебя временным сообщником. Прости, что говорю об этом только сейчас. Да. Ну ладно. Хм... И ты так просто это воспримешь? Ну... Если сейчас всё хорошо, то зачем буянить? Сколько я получу, кстати? Виола улыбнулась. Мы получим, дорогой. Пускай мы. Но сколько? Подели пятьсот на два. Семён сделал вид, что охуел. Сколько? Красный ещё Шерри улыбнулся. А ты подкинай деньги, Сёма. То есть я получу на двести тысяч больше? Да. Он улыбнулся. Ну ладно, чё уж там. Пойдём к Лене тогда и закончим начатое. И к слову, я ещё не проанализировала твои клетки. А, которые Мику вчера брала у меня? Виола не стала говорить, что в пробирке Мику остались те самые клетки. Да. Она отложила их на склад. И сегодня принесла свежие из тел девочек. Окей. Полагаю, твои подойдут. К слову, тело девочек таки остались гнить у забоя. Да холь, бабушь! Ладно, хватит прелюдий. Я к Лене, ждите здесь. Уверен, что хочешь пойти один? Да. Пару минут, погодите. Красный зашёл в здание. Виола прошептала. Сейчас он спустится. Погоди. Он залез в люк и спустился по лестнице. Так, и что тут, блядь, происходит? Если вкратце, то я натравила красного на девочек. И нам даже не придётся никого убивать. Она достала какую-то пробирку из кармана. Это то, благодаря чему мы сможем получить деньги и уехать из страны. Уехать из страны? Воу, ты о чём? Потом расскажу. Долгая история. Дам ему эту пробирку, скажу, мол, подходит и все дела. Хм, а ты неплохо. Но из чего ты взяла, что он не убьёт нас, как только заберёт эту пробирку? С того, что мы поедем к нему. Хм, как это к нему? Он сказал, что мы должны будем съездить к нему. Я подделаю анализы на положительные, он даст деньги и мы уедем. Всё оказалось намного проще. А, и кстати. Твой голос и какой-то пионер... Они хотят убить тебя. Ч-ч-ч-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Клон хочет жить в твоём месте, на твоём месте притворяясь с тобой. А пионер помогает ему. Вопрос. На. Ху. Я. Понятия не имею, просто говорю как знаю. Но клон чувствует физически то, что чувствуешь ты. У него тоже нету руки. Даже так? Да. У нас новые клоны, которые пропитаны кровью. И которые чувствуют то, что чувствует их носитель. Если меня убить, он умрёт? Кстати, об этом. Я думала об этом. Но поняла, что нет. Когда ты был в отключке, он спокойно себе стоял и взаимодействовал с миром. Но если тебе оторвёт ногу, то и ему оторвёт ногу. День, блять, полон открытий. Ладно, будь что будет. Выстрел. Чёрт. Даже люки дверь не закрыл. Громковато, однако. Надеюсь, нас не настигнет та же участь. Надеюсь. Повествование от лица Виолы. Красный вышел из корпуса, держа пистолет в руке. И палец на спусковом крючке. Я убил её. Слава богу. Что-то ты долго. Ну да, просто ещё чуток поговорил с ней. Семён нахмурил брови. О чём? Да так, и о всяком. Кстати, она сказала, что ничего не знает о заговоре против меня. Твою мать, неужто он и вправду разговаривал с ней? В смысле? Она сказала, что ты всё это выдумала ради того, чтобы получить больше денег и поделить их с Семёном. И ты веришь ей? Конечно верю. Только коварный человек станет лгать, глядя в дуло пистолета. Виола сглотнула. Нервничаешь? Нет. Он глянул на Семёна. И ты спокоен? Да, а зачем нам нервничать? Хорошо. Он повернулся к двери. Они не нервничают. Заставь их бояться. Что? Ах ты, сучара паршивая. Она выбежала из корпуса, ударив Виолу рукоятью ножа в нос. У неё потекла кровь. Семён стоял в стороне. Он собирался кинуться на Лену. Не двигайся! Ну а красный навёл на него пистолет, выстрелив в воздух. Так навёл на него или в воздух выстрелил? Или мимо? Эх... Ха-ха-ха, хорошо. Что ты там про меня говорила? Нет-нет-нет-нет-нет. Не вздумайте сказать, что он не стал убивать Мику. Хотя я вроде слышала их диалог. Лена стояла с ножом в руке. Ну же, скотина! Так, надо собраться. Отвечай! Ах ты, мразь! Виола плюнула кровью. Ты ещё и сопротивляешься? Я хотела убить Красного или ты? А, я хотела убить Красного или ты? Она понимала, что мне трудно заставить Красного поверить в это. И Семён также сомнительно смотрел на Виолу. Может, ты не хотела его убивать, но ты выдумала, что это всё из-за денег? Ты гадкий человек. Я-то гадкий человек. Лена усмехнулась. Она повернулась к Семёну. Ты доверяешь ей? Он промолчал. Красный лишь шире улыбнулся. Считаешь ли ты, что ей стоит верить? Ну, считаю. И что? И почему ты так считаешь? Эммм... Только потому, что она пару раз дала тебе? Семён замешкался. Да ты же на секс, папки! Красный усмехнулся. Хотелось бы узнать ещё. Ты дорожил хоть кем-нибудь из выживших? Семён покраснел. Чё? Тебе же вроде Славя нравилась. И Алиса. Это же ты их перепрятал в шахтёрский забой? Перепрятал? Ммм... Что она собирается делать? Да, я перепрятал их. Объясни зачем, прежде чем я скажу тебе кое-что. Что скажешь? Объясни сначала. Окей. Просто не было необходимости убивать их. Мы бы отлично выполнили задание и без этого. А то, что они, как бы, свидетели. А кто им поверит? Ну да, в принципе. Виола всё ещё лежала на земле, придерживая нос. Ну так знай, что именно она. Она ткнула ножом в сторону Лены. Заложила их и сказала убить их. Чё? Как это она? Он злобно взглянул на Виолу. Зачем? Она лишь виновата смотрела на Семёна. Я хотела как лучше. Как лучше? Он перешёл на крик. Что они тебе сделали? Они просто пытались выжить. Думаешь, они виноваты в том, что я раскрыл вас и пришёл к вам в убежище? Я тебя ненавижу. У Виолы потекла слеза. Прости меня, если сможешь. Лена, убей её. С радостью! Лена хотела нагнуться, чтобы пронзить Виолу. Выстрел. Лена упала замертво. Какого хера? Семён, как и красный, стоял удивлённый. Повествование от лица красного. В связи заебали с этим. Какого хера? Он понял, что пуля пролетела сквозь него и попала Лене прямо в голову. Сквозь него? Так, красный чё, типа голограмма, что ли? А как он тогда ебался со всеми? Чё за ёбаная мистика и чё за красный? Её голова находилась где-то на уровне моей груди. Видимо, пытались попасть в сердце. Он всё так же спокойно стоял. Твою мать! Я же говорил, что только ты или Семён можете убить его! Пионер передал пистолет голосу. Красный начал поворачиваться туда, откуда произошёл выстрел. На него смотрели два человека, внешне похожих на Семёна. Ух ты! Даже рука так же забинтована. Не двигайся! А у этих руки как бы есть. Иначе я выстрелю в тебя! Семён вообще не понимал, чё за хуйня происходит. Он удивленно смотрел на дрожащего голоса, который держал пистолет в руке. Ты выстреляшь? Да не смеши меня! Красный молча убрал свой пистолет в кабуру. Голос понял, что не успел отреагировать. Я сказал не с места! Ха! Идиот! Он пистолет, наверное, впервые в руках держит. Виола чуть-чуть приподнялась. Она сидела на земле, придерживая нос с засохшей кровью. Так, стоп! Ребят, давайте всё обсудим! Семён встал между ними. Голос стоял примерно в пяти метрах от красного. Чем мы делаем? Зачем мы пытаемся убить друг друга? Мы же спокойно можем договориться. Договориться? Ты с ума сошёл? Они убили девочек, понимаешь? Семён напряжённо выдохнул. Да, понимаю. Красный тут ни при чём. Это всё это сука. Он кинул в сторону Виолы. Что? Потом расскажу. Долгая история. Кстати, а с чего ты решил, что ты выстрелишь в меня и поле не пролетит насквозь? Он тоже Семён. Чё? Забей. А, стоп, боже, я пионера с красным... Нет смысла тебе объяснять, что когда-то он тоже был Семёном. И вообще, ты тоже должен был стать голосом. Но, увы, ты сломал цикл. Чё сломал? А вы чё, ебанулись? Говорю же, забей. Красный молча достал пачку сигарет. Ты опять меня не слушаешься? Я убью тебя сейчас! Голос решительно перевёл пистолет на голову Красного. Мальчик, я же сказал, прекрати смешить меня! Красный окликнул Семёна. Будешь? Можно. Он кинул пачку Семёну. Тот вытащил оттуда одну штуку и кинул пачку обратно. Благодарю. Всегда, пожалуйста. Они оба закурили. Семён всё так же продолжал стоять между ними. Вы теперь друзья, я смотрю? Партнёры скорее. Заткнись, я не с тобой разговариваю. Понял, молчу-молчу. Я убью тебя первым, пиздёныш недоделанный. Ребята, давайте успокоимся. И спокойно где-нибудь всё обсудим. В столовой, например. Там трупы. А, точно. Виола тихо начала. Там нету трупов. Все глянули на неё. Как это нету? Я ночью создала несколько твоих клонов, которые убрали все трупы и вымыли столовую. Хм, неплохо. То есть у меня есть ещё несколько клонов? Я приказала им самоликвидироваться после этого. А куда вы трупы дели, дорогая? Сожгли? Куда ж ещё? Действительно неплохо. Всё, заткнись, нам сейчас не до тебя. С тобой я позже разберусь. И что теперь, командир? Красный вопросительно взглянул на Семёна. Так, голос. Опусти пистолет. Ты ни к чему. Он сейчас безоружен. Ладно. Голос опустил пистолет. Эй, ты чего? Он вроде как не намерен причинить нам вред. Дошло! Хвала богам! Убью вас всех, как только получу то, что мне нужно. Окей. Давайте пойдём в столовую. Там норм... Там нормально сядем и обсудим? А согласятся они на это или нет, мы узнаем уже в следующий раз. А сегодня на этом всё. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok